Зима — это время нового года. Это время Рождества, это время праздника. И в этом году праздник у геймеров выдался просто отменный, потому что запустились две консоли нового поколения. Но, как правило, игры нового поколения на старте консоли получаются такие себе, не на праздничный стол. Но не в этот раз. Атмосфера Рождества, зимы, праздника, молодости и жизнерадостности в игре превосходна. В этом обзоре мы не будем погружаться в спойлеры, а потому покажем лишь первых три часа игры и небольшие кусочки, которые уже засвечивались в промо-материалах. Но поверьте, в плане настроя она сильно отличается от Человека-паука образца 2018 года. Раз уж мы вспомнили про оригинал, сейчас в интернете Майлза Моралеза повадились называть DLC за 50 долларов. Это немного не так. Мне кажется, сравнение с Uncharted Lost Legacy получилось бы куда адекватнее. Почему? Смотрите сами. Да, игра использует те же базовые механики и ассеты, но это полноценная новая история примерно на 15-20 часов, если серьезно зачищать карту. В таком же темпе первую игру можно пройти за 30-40 часов, так что Моралез это ровно половина от Большого Паука. Не меньше, но и не больше. И на самом деле это здорово. Игра заканчивается ровно в тот момент, когда еще не успевает надоесть. Впрочем, давайте вернемся к непосредственному Майлзу Моралезу. Сюжетная затравка достаточно проста. Питер Паркер уезжает по делам в Европу и город впервые в истории остается в руках Паука-младшего. Очень сложно описать все происходящее без спойлеров, но давайте попытаемся. На этот раз нашим противником станет очередной уже знакомый по комиксам персонаж – ремесленник. Подлые козни будет строить и корпорация Rockson. Ну а если вы следили за судьбой Майлза в других произведениях типа мультфильма «Через вселенную», то и появление некоторых других знакомых лиц едва ли вас удивит. Сразу скажем, игра не удивит вас твистами или какими-то хитроумными сюжетными конструкциями. Здесь как раз нас ждет простая и честная история о становлении героя, об ответственности. Ну в общем, подставьте любой штамп про Человека-паука и великую силу с великой ответственностью – получите историю этой игры. Что действительно удивляет, так это новый свежий взгляд на уже знакомых персонажей. У игры отличная динамика подачи, прекрасно прописанные мотивации ремесленника, который тут не злодей, а скорее антигерой, хотя едва ли это спойлер. И очень сильная, трогательная и внезапно эмоциональная концовка. Да, тут пробрасывают мостик на сиквел, но делают это не так огульно, как в киновселенной Марвел. Вы прекрасно поймете, что происходит в сиквеле «Паука» и без Майлза Моралеза. Но с ним история явно приобретет большую, не знаю, эмоциональную глубину, что ли. Большую глубину приобрели и уже знакомые нам по базовой игре механики. Тут все по-прежнему – маркеры на карте, очки прокачки, костюмы и способности. Гаджеты, комбо, стелс. Давайте начнем с того, что получилось переделать сильнее всего – боевую систему. Теперь стелс и драки – это равноценные части игры. Если в первой части стелса можно было зачистить единичные локации, так как на нас автоматом набегали волны и мы были вынуждены чистить морды злодеям, тут все не так. Как и в комиксах, у Майлза есть два новых свойства – биоэлектричество и возможность становиться невидимым. С биоэлектричеством все просто – вы накапливаете шкаууму, тузе врагов и бьете всех окружающих током. От этого мордобой получается более атакующим, игра меньше карает вас за пропущенные удары, и в целом все становится как-то быстрее, веселее и интереснее. Под конец игры Майлз превращается в ходячую розетку, и игра начинает напоминать даже не Аркхам, а скорее Инфеймос, помните такой. Сильнее всего изменился стелс, как я уже говорил выше. Теперь буквально каждую сайт активности, даже сюжетная арена, можно пройти тихо. Инсомниак отказались от принудительных волн и серьезно расширили ваш стелс-арсенал. Помимо невидимости у Майлза появились гаджеты, рассчитанные на тихое прохождение, плюс ряд тихих добиваний. Наконец-то геймплей стал более точным, гибким и сфокусированным. В Майлза банальнее приятнее играть. Хотя едва ли оригинал был плох, просто в этот раз вам дают выбор, как играть, и это очень здорово. Вообще сфокусированность, основная черта игры, это даже не мораль из коротки, а скорее Паук 2018, чуть затянутый. На карте куда меньше активности, но вся не сделана с большим толком. Зачищать преступления не обязательно, а челленджи с достаточно щедрым запасом времени в этот раз, теперь дают вам новые способности, а не просто набор токенов. Есть ряд сюжетных маркеров, которые весело собирать, но мы их спойлерить вам не собираемся. Что очень понравилось, так это то, что структура игры теперь круется вокруг приложения Дружелюбный сосед Человек-паук. Через него можно получать сайт квеста, который в этот раз связан интересным сквозным сюжетом. Через него же можно зачищать преступления, которые больше не привязаны к району, достаточно выполнить задачу один раз, и игра вам ее засчитает. На фоне унылых полетов из оригинала, когда ты ждал, пока преступления снова сгенерируются, чтобы зачистить район, это прям уверенный шаг в сторону уважения времени игрока. Прокачка не то, чтобы сильно поменялась, теперь в костюм можно ставить несколько гаджетов, но принципиально вы будете мало времени проводить в оптимизации экипировки. Во-первых, у Майлза всего 4 гаджета на всю игру, а во-вторых, модификации визора и костюм принципиально ничего не меняют. Ну и, конечно же, давайте поговорим про графику. С ней все не так очевидно. Местами Моралис выглядит как жирнейший некстген. Отражение, освещение, текстуры, детализация модели — это просто высший класс. При этом сам открытый мир переехал с PlayStation 4, и это заметно. NPC все еще страдают недостатком деталей, и с гордо по причинам лицензии исчез Chrysler Building, а за пределами сюжета игра выглядит пусть и красиво, но едва ли срывает крышу. В сюжетных миссиях, однако, Моралис очень уверенно играет мускулами PlayStation 5, и ты с нетерпением ждешь, что же Insomniac такого покажут в сиквеле. Потому что даже сейчас, несмотря на все ограничения, некоторые аспекты Моралиса выглядят феноменально. Особенно, конечно же, отражение. Отдельной строкой стоит отметить режим производительности. Но в обмен на 60 кадров вы теряете отражение глубину освещения. Хороший ли это обмен? Спорный вопрос. По мне, Паук не та игра, которая сильно уперлась в 60 кадров. А вот смотреть на стекляшки Манхэттена, которые отражают себе закатную пятую авеню, вот это прям вау, советую. Наверное, по той же кроссген причине игра не сильно использует особенности PlayStation 5. Звук хорош, но он обычный. Не читай Demon's Souls в наушниках, где звучит каждая досточка. Хаптик и курки немного пытаются в иммерсивность, но в принципе получается как-то робко что ли. Но при этом Паук отлично интегрируется к карточке активности. Если вы, как и я, ограничены во времени, но хотите быстро закрыть пропущенные пунктики, одно нажатие на карточку сразу переносит вас в нужное место. Выглядит как магия. Еще один магический момент – это скорость загрузок. Я с таймером не сидел, но по ощущениям она моментальная. Даже в телефон не потупить. Очень непривычно. Но не думайте, что игра идеальна. Во-первых, каким бы хорошим Моралес ни был, это в первую очередь работа над ошибками оригинала на каркасе первой игры. Если вам не понравился Человек-паук 2018, то Моралес вашего мнения об игре не изменит. Да и не буду скрывать, мне бы хотелось увидеть хотя бы новый район, а не зимнюю версию всей той же карты. Во-вторых, игра технически очень сырая. Наверное, это самый глючный релиз от внутренней студии PlayStation со времен Days Gone. За пару недель игра выльцела раз 10, зависела раз 5 и даже разок жестко повесила консоль. И ни в коем случае не уводите Моралеса в спящий режим PlayStation 5. Вы рискуете нарваться на системную ошибку, после которой консоль будет восстанавливать свою файловую систему. Но с другой стороны, тут такие быстрые загрузки, что проще заново включить игру и консоль избавить себя от каких-то эзотерических проблем стартового софта. Потому что их, скажем честно, хватает везде. Короче говоря, если у вас есть PlayStation 4, наверное, бежать за Моралесом не стоит. Хотя, если вы фанат Паука, почему бы и нет? А вот если у вас есть PlayStation 5, и даже если вы не фанатеете от Человека-паука, мне кажется, это прекрасная игра, которую можно купить уже сейчас. Потому что она просто замечательно показывает возможности консоли следующего поколения. Даром, что никак не затрагивает контроллер DualSense. В общем и целом, мне кажется, это в любом случае хорошая покупка на эти праздники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok